Это шестая серия в моем ноутбуке Gigabyte Aero 15 Oled YD. Который входит в семейство RTX Studio. Сертифицированные ноутбуки для работы с визуальным контентом. В ней я тестирую Indigo Render Benchmark и показываю результаты теста. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Рожжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Для Indigo Beachmark я не подготавливал разные сценки, поэтому просто покажу стандартный Bench, который можно найти у них на сайте. Если Вы его запустите, то увидите такое окно, в котором можно выбрать отдельно CPU, GPU, Multi-GPU и так далее. В тесте встроенной видеокарты я не вижу смысла, как и в Multi-GPU. Поэтому я запущу тест CPU и GPU. Чтобы запустить тест, нажимаем Start. После того, как тест закончился, нажимаем Submit Results и кнопку Submit. В итоге получились такие результаты. Это диаграмма для CPU. Как Вы помните, в V-Ray тесте я сравнивал все CPU, но это было ошибкой, так как в таблице результатов находится обычная CPU для Дескопа и сравнить их с ноутбучными нет смысла. Я думаю, все это понимают. Поэтому эти таблицы будут полезны тем, кто имеет ноутбук или почитал обзор о другом ноутбуке и хочет сравнить с моим. Ведь если смотреть рейтинг CPU по ноутбукам, то мой стоит на втором месте и логичнее строить таблицу именно с этими CPU, которые здесь есть. Но так как в таблице IndigoRender CPU для ноутбуков не подписаны, то найти их очень сложно. Если Вам интересно, нужно искать обзоры других ноутбуков с такими CPU. Лично мне это не интересно и эта задача забрала бы много времени. По GPU я нашел несколько вариантов, поэтому таблица теста на GPU выглядит таким образом. И конечно же, я сохранил отдельный результат для моей видеокарты по разным бенчам в IndigoRender. Замеры температур для CPU и GPU уже не делал. Так как я думаю, что из прошлых серий понятно, что у ноутбука все окей с охлаждением. И это все, что я хотел показать в этой серии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.